Всем привет! Сегодня видео о роликах. Меня всегда интересовало, можно ли поставить на ролики, вот на роликовые коньки, лезвия. И если можно, то как будут себя чувствовать коньки с роликовыми рамами, либо как себя будут чувствовать ролики с лезвиями от коньков. Это ФР, фрискейтс. Это ФР третья модель. Я нашел вот такое решение на Озоне за достаточно приемлемые деньги, там меньше тысячи рублей. Вот так вот все дело выглядит. Сейчас достанем. Вот. Это, ребята, лезвие. Лезвие для роликов. Сейчас будем их ставить. То есть здесь получается рама остается та же. Мы снимаем только колеса. Вместо колес ставим лезвие через вот такие вот втулки. Естественно, чтобы мы не перепутали колеса, укладываем колеса по порядку. Правый и левый. Отдельно. Лезвие, естественно, в масле. И после использования, когда мы их обратно будем запаковывать на хранение, их также нужно будет смазать, чтобы они у нас не ржавели. Втулки. Тупой частью, вот этой вот, ставим сюда внутрь. А острой частью к раме. Вставляем сюда. Да, подходит четко. Здесь, если у вас рокеринг, не ошибаемся вот с этим, видите? Так. Вот с этими меточками. Вот здесь меточка и здесь меточка. Они должны совпасть, чтобы у рокеринга у нас не было. Все вроде бы совпало. Дальше сейчас будем все это дело протягивать. Прежде чем протягивать, все это нужно так соединить все вместе. И аккуратненько, постепенно подтягивать равномерно. Так. Я сейчас еще дотяну их сильнее и вот таким вот образом. Так выглядит конек у нас. Вот так вот. Естественно, он стал легче в несколько раз. То есть, прям как будто бы, прям как полноценный конек. Ну нет, все равно тяжелее конька хоккейного. Ну вот таким вот образом он начал выглядеть. Смотрим, как это все будет в сравнении. Вот так вот. По высоте, да, он стал чуть ниже. Ну как бы вот так вот. Вот смотрите, вот конек, да. Вот роликовый конек, вот ледовый конек. Четко вообще мне нравится. Все. Оба конька готовы. Таким вот образом они выглядят. Все четко. Сидят крепко довольно. Какие минусы я сразу же вижу? Это угол наклона. То есть, если ты захочешь резко в слайде остановиться, то наклон у тебя будет вот только до, получается, вот до сих пор. Дальше ты будешь уже цепляться рамами и соскальзываешь. То есть, сильно, прям так сильно не получится заложить. Это не такой уж прям и острый угол, я бы сказал. То есть, вполне возможно закладывать такие углы. Так, ну все, я в измоле, на своих коньках. Первое ощущение, конечно, пипец, как это комфортно. Офигеть, коньки очень острые. Офигеть, какие они острые. Ну, пока новые, да, острые. Прокатные они, конечно, тупые. Естественно, скользко, коньки нестабильны себя ведут. Пятно контакта гораздо меньше. Чем на колесах. Очень комфортно, гораздо комфортнее ездить, чем на хоккейных. Сейчас повкатываюсь, еще расскажу что-нибудь. 10 утра, никого нет. Я один. Сейчас. Сейчас разминаемся, потом будет часовая тренировка. Вот так коньки выглядят. Офигенно, конечно, очень удобно, невероятно. Ну, как ты на роликах катаешься, то же самое, то же самое комфорт. Ну, ощущения на льду, конечно, другие. Но комфорт максимальный. Так, значит, что касается загибов. Вернее, угла атаки, или как угла наклона, что я вчера говорил, что ролики будут зацепляться вот этими рамами, вот этими краями. Вот смотрите, чтобы они зацепились, это нужно завалить ролик вот прям. То есть, вот на такой угол, вот чтобы вы видели. То есть, это практически почти что слайдером касается. Ну, естественно, на такой угол очень редко ты будешь, когда вставать. Это прям при жестком торможении, при каком-то там при пауэрслайде. То есть, получается, вывод делаем, что нормально для катания, даже для активного они нормально подходят. А также мне в комментариях писали, что очень высокий, типа, центр тяжести, высокая рама там и так далее, что типа физику не обманешь. Ну, ребят, вообще я этого никак не ощущаю, никакой разницы абсолютно. То есть, очень, очень круто все прям. Вот, то есть, прям максимально удобно, что ты как на колесах, так и на лезвиях катаешься. Там чуть-чуть лезвия, там на несколько миллиметров, пониже получается они за этого. Вот так высота привычная, что ты на асфальте на этой высоте гоняешь, что ты на лезвиях на этой же высоте гоняешь. Никакой разницы я не чувствую. Так что, друзья, которые там негатив какой-то высказывали, я никакого негатива вот лично вот сейчас не ощущаю. Никакого неудобства. Вот, ну, это первый час. Вот сейчас я вкатаюсь в них, и потом будет у нас катание, катка на прокатных, на хоккейных коньках. Вот сейчас вкатаюсь и задом, и передом по-разному. Ну, покатаюсь, это сейчас и 10 минут покатался примерно, только-только начал вкатываться. Вот, ну, первое ощущение, что гораздо удобнее, чем на хоккейных коньках. Что касается тяжести, что коньки, говорят, тяжелые, роликовые. Ну, что вот эти ботинки тяжелые. А типа коньки обычные, хоккейные, легкие. На самом деле так, это, конечно же, если вот их в руки взять. А если их на ноги обуть, то разницы я не чувствую вообще никакой. Я не знаю, может, это для фигурного катания, для прыжков, для каких-то будет какая-то разница. Просто для катания, для обычного. Вот типа для такого вот. Как бы я вообще разницы не чувствую. Кроме того, что мне удобно, комфортно и привычно, я не могу не сказать, ну, не могу сказать каких-то новых ощущений. Час откатался, в итоге что? Ну, пипец, мне очень нравится, очень удобно и комфортно. Значит, минус какой вот в этих рамах, в том, что на запредельный угол. Когда поворачиваешь, поворачиваешься вот так вот, когда вот в таком шаге поворачиваешься, заходишь на вираж, и вот тогда, да, тогда конек кладется практически на запредельный угол, и тогда ты можешь соскользнуть вот в этом положении, когда ты вот на вот этот вот вираж заходишь. Поняли, да? Вот это единственный минус, который я нашел в этой системе. Пауэр – это топ. CCM и RIPOC, допустим, полупро, про уровень, они будут стоить нам в полтора раза примерно дешевле. И по характеристикам ничем не хуже пауэр, не уступать. В общем, ребят, буду сравнивать с коньками пауэр, как вы услышали от моего тренера Владислава, это топчик. Значит, сравниваем вес. Вот мой конек, да? И вот пауэр, легкий, очень легкий конек, да? Но роллерский конек с лезвиями, без колес, он, ну, ненамного уступает. То есть я бы не сказал, что там прямо в два раза. Были бы весы, вот интересно сравнить. То есть, ну, здесь, допустим, ну, там, не знаю, килограмм, а здесь, ну, грамм 700-600, может быть, да. А здесь там килограмм, то есть даже здесь полутора килограмм. То есть даже в два раза, по-моему, нет разницы в весе. Ну, короче говоря, в руках чувствуется, ну, непонятно, насколько, а на ногах не чувствуется вообще. А теперь фишка для тех, кто рассказывает про законы физики и центр масс, и высоту, и так далее. Опа! Смотрим. Видно на видео? Для господ хейтеров. Смотрите, где пятка начинается у роликового конька, и где пятка начинается у хоккейного конька. И у кого масса выше, центр массы, высота. У конька выше, естественно. Смотрите, прям, ну, сантиметр на два. Разворачиваем передом. Смотрим. А впереди одинаково. Ну, у конька чуть-чуть, получается, у конька чуть-чуть, чуть-чуть пониже. Сколько там на несколько миллиметров, да? Перед. А зад у конька намного выше. То есть, ну, вот, видно, да, прям, визуально. Так что, все, с высотой определились. По высоте, ну, можно сказать, что плюс-минус одинаково, да? То есть, не надо рассказывать, что роликовые лезвия гораздо выше, и тебе неудобно кататься. Все. Посмотрели? Все оценили, со всех сторон. Все четко. На своих час, получается, погонял. И на хоккейных час погонял. Поэтому мне есть, что сказать в качестве сравнения. Так какие делаем выводы? Очень привычно, комфортно и удобно. Здесь они жестче, зато легче и маневренее. И получается более профессионально и правильно играть в хоккей. Или делать какие-то фигуры. Выполнять, естественно, на таких коньках. Это идеально подходит для фитнеса, для покатушек выходного дня. Для того, если, допустим, идут дожди, тебе нужно покататься, чтобы не забыть. Или что-то поотрабатывать, может быть, роллерскую какую-то тему, где не нужно будет каких-то маневров таких совершать, жестких наклонов. То вполне себе подходит. Мне очень понравилось кататься на вот этих роликах. Я бы не сказал, что они прям... Конечно, да, естественно, в хоккей на них не поиграешь. Но как фитнес, катание очень круто зашли.